Это программа День с толком в студии Ирина Харчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Зима все ближе, угля все меньше. Что происходит с отопительным сезоном в крае? В регионе сиротам начали выдавать жилищные сертификаты, выдача которых не зависит от судебного решения. Умная теплица, протез из пластика, на что способны современные школьники и студенты. Минувшие выходные произошло страшное ДТП на железнодорожном перегоне Южной Калманка. На видео очевидцев грузовой поезд на скорости тащит зажатую между вагонами машину. Известно, что в автомобиле находился один водитель, он погиб. Правоохранители выясняют все обстоятельства. Свою проверку проводит и руководство Западно-Сибирской железной дороги. И к другой теме. У людей нет угля, а дрова заканчиваются. Жители Локтевского района просят властей объявить ЧАЭС в районе из-за острого дефицита угля. Людей возмущает, что катастрофическая ситуация с топливом, которая возникла сразу в нескольких районах края, не разрешается. Валентина Аскерова продолжит. Вот так вот мы греемся. Вот она в двойном получается. В теплом комбинезоне, в теплых валенках. Ребенок-инвалид, проживающий в замерзающем Локтевском районе, просит у Деда Мороза не конфет к Новому году, а уголь, чтобы согреться. В доме ужасный холод. Топливо закончилось еще в начале октября. Уголь у нас вот здесь хранится. Угля совершенно нет. Угля нет, топить нечем. Все, что было, уже все вымели. Вот крошечки остались. Такой вот у нас снег был сильный. Дрова. Дрова, то, что мы заказывали, стопили. Жители поселка Масальский отапливают дома один раз в день, чтобы сэкономить на дровах. Купить уголь и полноценно натопить дом они не могут. В районе острый дефицит угля. Администрация проясняет ситуацию, не торопится. Можете просто рассказать, когда наладятся поставки? Я по телефону комментарии внизу. То есть люди будут без угля замерзать? Галина Петровна сказала, по телефону никаких комментариев не будет. А почему? Это уже не ко мне. Ну то есть люди так и будут замерзать, правильно? Это не ко мне, я не в курсе. Но вы же тоже там живете? У вас есть уголь? Да, у меня есть уголь. В СМИ Локтевского района пишут, что дефицит угля возник из-за серьезных перебоев с поставками угля из Казахстана. И что ситуация стабилизируется после 15 ноября. Но после, это может быть и после Нового года. К этому времени жители Локтевского района уж точно замерзнут. Замерзают из-за нехватки топлива и жители Третьяковского, Новещихинского, Поспелихинского, Каменского и Хабарского районов. В Краевом парламенте дали оценку работы муниципалитетов. Вы посмотрите, у нас это локальные проблемы по районам. Где-то это связано, как в Хабарах, тем, что просто, на мой взгляд, руководство муниципалитета не контролировало достаточным образом своего консессионера. А вот администрация Бурлинского района смогла позаботиться о жителях. Закупила уголь вовремя, правда, запаса хватит всего на месяц. Сегодня наша съемочная группа выясняла, как будут действовать власти, когда месячный запас закончится. Контрактный уголь для муниципальных учреждений успели закупить по цене ниже актуальной на данный момент. Стоимость одной тонны составила 3300 рублей. Сейчас работа ведется над подготовкой резервного угольного фонда. Однако для нужд населения необходимо докупить еще порядка 3000 тонн угля. И это планируют сделать, несмотря на повышение цен. Но если администрации закупят по новым, повышенным тарифам уголь, то не все жители частных домов смогут себе это позволить. Тепло зимой может обойтись в 50 тысяч. В Локтевском районе камни угля уже сравнивают со слитками золота. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Учатся заново ходить. Спустя полгода после трагедии на Барнаульском батуте две пострадавшие девочки только начинают восстанавливаться. Четырехлетняя Вика, травмы которой оказались тяжелее, чем у остальных, две недели назад начала делать первые шаги. Недавно у девочки выявили еще один диагноз – невропатия. Это поражение периферических нервов. В декабре ребенка ждет очередная операция. Девочки будут убирать металлическую пластину из бедра. Второй ребенок, который тоже серьезно пострадал на батуте, трехлетняя девочка. Долгое время она тоже была прикована к кровати. Уже сейчас можно сказать о первых последствиях травмы. У ребенка развивается косоглазие. Напомним, инцидент произошел 30 мая. Было возбуждено два уголовных дела. Сейчас все на стадии предварительного следствия. Далее. Первые сертификаты на приобретение жилья сегодня получили трое сирот края. Правда, это уже состоявшиеся взрослые люди, двое из которых имеют своих детей. В очереди на жилье они стояли по 10 лет. И вот, наконец, чудо, а иначе это событие не назовешь, случилось. Подробнее в сюжете. Сегодня и для нас день символичный. И думаю, что для вас, с учетом вашего длительного ожидания жилого помещения. Надежда – сирота. После смерти мамы жила с бабушкой и отчимом. Когда пришло время, встала в очередь. К слову, в край она огромная. Если считать тех, кого включили в список с 14 лет, то в ней 8 тысяч человек. Старше 18-ти – 6 тысяч. А сертификаты планируют выдавать уже социально адаптированным взрослым людям, которым исполнилось 23. Надежда как раз из таких. Она замужем, есть ребенок. Честно, сначала даровечий пропал. Потому что столько времени ожидать. Мы решили частный дом брать. Где? Здесь, в городе. Уже присмотрели что-то? Ну, смотрим. Потому что ценники сейчас – это что-то с чем-то. Мы уже не собирались ждать, если честно. У меня двое детей. Мы хотели скорее уже приобретать свое жилье. Но решили немножко еще подождать. И не зря. Вообще жилье детям-сиротам в крае начали давать с 2012 года. До этого действовала система субсидий. Но найти подходящее по квадратуре и с полной отделкой, а требования были именно такими, чтобы заходить и жить, было проблематично. Живем же все, скажем так, в рыночной экономике. И как будто застройщика заставить продать, когда у него чуть ли на стадии котлована уже приобретаются жилые помещения. И заставлять его делать какие-то отделки, то есть нести дополнительные расходы, и, соответственно, растет и стоимость квадратного метра. Ну, застройщику это просто, скажем так, я считаю, что невыгодно. Собственно, исходя из этих проблем, в крае решили выдавать сертификаты. Каждые на сумму в миллион четыреста семь тысяч рублей. Чтобы его получить, сиротам, стоящим в очереди, необходимо написать заявление. Все подробности на сайте Минстроя. К слову, принимать заявление начали с 12 ноября. Сейчас их уже 46. Первые трое счастливчиков сертификаты уже получили. Всего в этом году планируют выдать сотню. В следующем пока неизвестно. Но общая выделенная сумма на приобретение жилья – 345 миллионов. Возможно, будет и больше. Конечно, ограничения в приобретении жилья по сертификатам остаются. Но теперь их гораздо меньше. Соответственно, выбор больше. Так что огромная очередь потихоньку начнет сокращаться. Возможно, по 10 лет ждать своего уголка уже не придется. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. А сегодня мы встретились с девушкой, тоже сиротой, у которой другая проблема. В свое время выпускница детского дома из Ярового собрала все документы на получение жилья, но почему-то в очереди ее не оказалось. Еще в 2014 году, уже проживая в Первомайском районе, она ездила проверить свою фамилию в списках. Но документы девушки тогда нашли с трудом. Я приехала туда, а документов нет. То есть вообще их не существует. Потом вроде она их нашла. Нашла в коробке, где уже сироты получили жилье. Но это жилье я не получала. То есть она мне опять говорит, вы собирайте документы, заново приезжайте и все. То есть я начинаю заново собирать, приезжая на Никитина, они мне говорят, а вы здесь больше не принимаете, потому что теперь занимается какой-то краевой фонд жилья для сирот. К ним приехала, они говорят, а вас нет у нас в списках. Что теперь делать, Александра не знает. По ее словам, куда бы она ни обращалась, ответ один. В списках не значитесь. Девушка даже звонила на прямую линию президента. Там ее внимательно выслушали, но результата она не дождалась. Планирует позвонить на прямую линию губернатору, ведь собрать документы по новой для нее практически нереальная задача. Это нужно на яровое ехать, чтобы быстрее документы получить. Еще же они требуют бумажки, так как я уроженка Казахстана, чтобы я привезла оттуда документы, что у меня там ничего не осталось после смерти мамы. А сейчас в связи с карантином туда просто не пускают. А с Казахстана документы мы уже ждали раз в год, они пришли через год. Мы планируем написать запрос в жилищное управление, чтобы понять, может ли Александра вернуться в очередь, не собирая по новой огромное число документации. И переходим к следующей теме. Почти 3000 вопросов поступило на прямую линию губернатора края Виктора Томенко. Самые популярные темы – ЖКХ, здравоохранение, транспорт, образование. Уже завтра глава региона ответит на главные из них. Напомним, что трансляция будет проходить и на нашем канале. Накануне мы решили спросить у барнаульцев, а что бы они спросили у губернатора. У нас и так зарплаты низкие, соответственно, по сравнению с той же страной. Естественно, нужно с этим что-то делать. Малый бизнес задавили вообще весь полностью. Очень тяжело выживать. У нас достаточно дорогие нефтепродукты. То есть я как автолюбитель говорю раз. Дальше, значит, наверное, у нас достаточно дорогая электроэнергия по сравнению с окружающими регионами. Но, наверное, не все в порядке у нас с культурой, потому что выделяется мало на это денег. Я единственное, какой бы вопрос задала, чтобы для этих больных диабетом не ходили, они не выписывали каждый день. Самый трепещущий вопрос – это по QR-кодам, конечно же. Потому что у многих жителей Барнаула это вызывает, во-первых, негодование, во-вторых, даже переходящая злость. Живу в этом доме, и 30 лет крышу не могут отремонтировать. Я же собираюсь к нему на приемки. Алтайский край вошел в число регионов, где появится новая туристическая инфраструктура. Губернатор края Виктор Томенко подписал соглашение о сотрудничестве с корпорацией «Туризм РФ», которая будет участвовать в развитии объектов предгория Алтая. О проекте и о том, что изменится в регионе, расскажет София Яценко. Около 20 тысяч рабочих мест и 30 тысяч новых гостиничных номеров. Главы 9 регионов России будут участвовать в федеральном проекте развития туристической инфраструктуры. Проекты, которые мы сегодня подписываем, помогут создать более 30 тысяч гостиничных номеров. Помимо гостиницы, необходимо создавать всю поддерживающую инфраструктуру. Это и коммунальные различные, и дороги, и энергетика, и многие другие связанные отрасли. В субъектах страны должны реализовать 50 инфраструктурных проектов, чтобы турпоток вырос сразу на 9,5 миллионов человек. Изменения придут в Чувашию, Кузбасс, Курску, Псковскую, Самарскую, Ульяновскую области, Забайкальский, Камчатский и Алтайский край. Я думаю, что примерно тысячу рабочих мест мы создадим в ближайшей перспективе, то есть на период, скажем, до 25-30 года будем пока исходить из этого. Но, естественно, будем помимо этого и уделять внимание в целом привлекательности Алтайского края, для того, чтобы люди, которые к нам приезжают, имели больше возможностей разнообразия. И, кстати говоря, чтобы одной или двух поездок не хватало и все время тянуло, в Алтайский край познакомиться с ним поближе. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, отрасль туризма имеет мультипликативный эффект, а значит большой потенциал для бизнеса. В рамках этого поддержку окажут частным инвесторам. Просмотрено 385 инвестиционных предложений, и из них уже выбрано почти 50. Заканчивается формирование приоритетной инвестиционной программы на 2021-2022 год. И уже порядка 38 положительных инвестиционных заключений корпорации подготовила. К слову, все стороны соглашения еще проанализируют турмиста, разработают концепции развития, чтобы в ближайшие годы начать строительство. В Алтайском крае уже сформирован портфель из 10 инвестпроектов на сумму около 40 миллиардов рублей частных вложений. София Яценко, День с толком. Строительная готовность Барнаульского долгостроя Краевого художественного музея специалисты оценивают в 60%. Сейчас подрядчик заканчивает на объекте работы по благоустройству. Подрядчик, строительная компания «Селф» уже усилил конструкцию здания, обустроил кровлю, продолжаются работы по ремонту фасада, идет внутренняя отделка помещений, монтаж внутренних сетей, отопление и водоснабжение. Обустроены проезды и тротуары, пояснили в управлении строительства и территориального планирования регионального Минстроя. В ведомстве также добавили, что все проблемы, которые могут оттянуть срок окончания работ, решаются в рабочем порядке. В соответствии с государственным контрактом, срок завершения строительных работ на объекте – декабрь 2022 года. В 2023 году планируется выполнить внутренние интерьеры и установить музейное оборудование. К слову, в мае этого года в СМИ писали, что строительство художественного музея может затянуться из-за проблем с проектно-сметной документацией. По договору подрядчик должен был положить рядом с музеем тротуарную плитку из Санкт-Петербурга. Из краевого бюджета на нее выделили 16 миллионов рублей, а вот на доставку потребовалось дополнительно больше 20 миллионов, что предусмотрено не было. В результате проект изменили. Для создания единого ансамбля решено применить тротуарную плитку, которая использовалась при создании площади вокруг памятника переселенцам на Алтае. Умная теплица, протез из пластика и исследование чистоты воды в Косихинском районе. Все это придумали школьники и студенты из Барнаула, Бурятии, Красноярска, Новосибирска и не только. Свои идеи и разработки они представили на фестивале «Шаг в будущее» сибирского и дальневосточного кругов. Его очный этап прошел в краевой столице. С некоторыми проектами познакомилась Анастасия Наборщикова. Кто-то скажет велосипед, они же ответят модернизация. Уже 30 лет фестиваль «Шаг в будущее» собирают школьников и студентов. Ребят, которые конструируют, изобретают или создают апгрейд. Мальчик получает протез каждый год, но, несмотря на это, ему приходят протезы не первого качества на бюджетной основе. И данный протез мог послужить ему отличной заменой на время его прихода настоящего нормального протеза. Свои помидоры и петрушка. Студентка из аграрного университета Алина Мишенина собрала домашнюю теплицу. К сожалению, девушка заболела, поэтому работу презентуют друзья. Сколько я должна тебе за это заплатить? Себестоимостью на данный момент около 12 тысяч. В чем уникальность? Можно поставить дома и оставить на неделю. Она будет сама поливать, сама освещать, сама проветривать, сама греть. Работа экспертов, но и сегодняшнего нашего мероприятия в том числе, не заканчивается на том, что они просто выбрали лучших. Те, кто будут как раз отобраны для делегации, с теми ребятами будет продолжена работа. То есть, проекты будут совершенствоваться, дорабатываться до такой степени, чтобы они как раз были конкурентоспособными уже на федеральном уровне. Допускать многотонные машины – это невыгодно по чисто экономическим соображениям. Так и пошла тенденция миниатюризации спутников. Сюда мы сейчас, грубо говоря, напихали датчиков, чтобы просто определить, работает это вообще или нет. Из космоса, например, такие спутники помогают вести экологический мониторинг. Средняя цена – 200 тысяч рублей. Изобретение Кирилла – конструкция стоимостью 1 тысяча рублей. Ее парень смоделировал и распечатал на 3D-принтере. Очень логистика еще большая. Вы там обучили домашние послужения. Презентация изобретений – лишь часть фестиваля. Всего 200 участников и 6 направлений. Среди тем исследований – причина суицидов в армии и влияние пандемии на жизнь школьников. Сегодня эти умы интересуют самые разные темы. Анастасия Наборщикова, Дмитрий Денисов. День с толком. И к новостям спорта. В эти выходные волейболисты университета принимали пермскую каму в рамках чемпионата России высшей лиги А. Несмотря на небольшое преимущество, судя по турнирной таблице, уверенной победы у наших игроков не было. Если в первой встрече хозяева допускали много ошибок, вели себя напряженно и, как итог, гости проиграли 3-0. Однако днем позже игроки пересмотрели тактику. Упорная борьба под сеткой, кураж на розыгрыше и кама в роли догоняющих, высокая плотность игры. Доказательство тому, две партии закончились с одинаковым счетом 25-23 в пользу алтайской команды. И только один розыгрыш был с преимуществом университета. 8 очков. 3-0. На этот раз победа за нами. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи в эфире. Продолжение следует.